Когда-то давно я впервые видел этот автомобиль. Самое поразительное, что это тюнинг ВАЗ 2108 и его сделали наши соотечественники. Проект Акулы это лучший тюнинг восьмерки, что я видел. Вообще достойного тюнинга вазовских моделей по пальцам пересчитать и эта модель явно занимает в нем одну из лидирующих позиций. Как только на улицах появилась Акула ВАЗ, это шокировало абсолютно всех прохожих. Никто не мог представить, что из знакомого российского авто можно сделать такую прекрасную машину. Но двое братьев, Андроник и Арсен Вартановы, воплотили в жизнь мечту многих. Более трех лет ушло на создание данного шедевра. Название было придумано исходя из внешнего агрессивного вида машины. Наверняка каждый из автовладельцев хотел преобразить свое транспортное средство и придать ему оригинальный вид. Братья Вартановы смогли воплотить в жизнь почти все мечты. Своим авто они также сделали отличную рекламу для собственного ателье и уже сейчас от клиентов нет отбоя. А началось все с занижения подвески у автомобиля. Братья не предполагали продолжать тюнинговать свое средство передвижения, но однажды начав, они уже не смогли остановиться. Следующим этапом превращения банального авто в спортивный болид стал подкапотный отдел. Полностью заменив заводской двигатель на новой атмосферной, мощностью 180 лошадиных сил и объемом 1,7 литра, ребята изменили представление об отечественном автопроме. Однако все это было лишь началом большого пути, который ВАЗ-2108, черная акула, преодолевает и сегодня. Более четырех раз Андроник и Арсен перебирали ходовую часть, затем увеличили колесную базу на 12 сантиметров. И тут ребята задумались над управляемостью своего авто. Они установили подрамные конструкции для придания жесткости машине. Новый вид акулы ВАЗ приобрела постепенно. Братья занизили крышу для придания более спортивного вида и снижения зазора между рубашкой и стекольным пролетом. По словам автомехаников, новый образ появился уже после полной сборки подвески и колесной базы. Для того, чтобы превратить обычный ВАЗ-2108 в акулу, ребятам пришлось изрядно потрудиться и вложить много своих сил, фантазий и креативных идей. Детали для тюнинга было решено делать из стеклопластика, так как толщина его составляет не более 4 мм. Детали такого типа используют на самых современных болидах для уменьшения веса автомобиля. На обычном занижении крыши ребята не остановились и было принято решение сделать ее панорамной. Так на отечественном автопроме никто еще не делал и братья стали первопроходцами на данной стезе. Когда работа над крышей была окончена, автомобиль полностью потерял свой изначальный внешний вид. Оба брата всегда являлись поклонниками дорогих зарубежных машин. Поэтому, когда речь зашла о дверях, один из них сразу вспомнил о Ламборгини. Из киза и чертежи петель, которые устанавливали на свои авто, их кумиры были взяты из интернета. С помощью одного из друзей, работающего на танковом производстве, Вартановы смогли воплотить и эту безумную идею в жизнь. Теперь, когда кузов автомобиля был готов, из него вынули двигатели и отправили на покраску. Кстати, создатели черной акулы отмечают, что никогда не делайте ламбо-петли самостоятельно. Лучше покупать сразу готовый двигатель акулы. Пока само авто находилось на покрасочных работах и приобретало эффектный внешний облик, братья не теряли времени зря. Вынув сердце своего спорткара, повезли его к специалистам, которые в свою очередь установили на него турбонадув. Еще один немаловажный момент. Турбину поставили от Грэди, а ресивер заменили на СВР объемом 3,5 литра. Также поставили кованые поршни и легкие шатуны. Когда ребята закончили работу по увеличению мощности двигателя, дело дошло и до системы охлаждения. Братья поставили масляную систему и мощные вентиляторы. За счет всех модернизаций мощность авто увеличилась до 250 лошадиных сил. К этому времени акула ВАЗ получила полностью покрашенный кузов. Он был доставлен ребятам. Андроник и Арсен принялись устанавливать в него двигатель и новые запчасти. Стекла на черную акулу устанавливались специалистами, так как крыша была занижена и их формы стали нестандартны. Работы не прекращались и как только машина вернулась к братьям, ее сразу же загнали в бокс. Именно там производились работы по шумоизоляции и монтажу обвесов. Андроник и Арсен решили оставить заводскую панель и уже на нее ставить датчики электронной системы автомобиля. В салон были установлены роскошные сидения от фирмы Porsche. Оснащены они электрическим приводом и полностью спортивным дизайном. Салон же находится еще на стадии разработки, но братья обещают порадовать всех нестандартным дизайном. В их словах не приходится сомневаться. Кстати, у парней свой тюнинг от Ильи, и они успешно сделали много работ, как под заказ, так и для себя. Если вам нужен хороший оригинальный тюнинг, то советую обратиться именно к ним. Контакты я оставлю в описании к видео, обязательно загляните на их канал и подробнее посмотрите другие видео про акулу. Увидите много чего интересного. Их сайт, канал, страницу вконтакте я оставил в описании. А на сегодня это все. Не забывайте, что лучшая благодарность автору это комментарий. И в крайнем случае лайк или дизлайк на ваше усмотрение. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok